Что такое продовольственная безопасность? На чем держится экономика? И кто в ответе за будущее страны? Команда телеканала Бабруиск-360 найдет ответы на все волнующие вопросы. Это Бабруиск-Лайв. Я Мария Бересневич, и мы начинаем. Современный депутат, какой он? Который достаточно активно работает в своих избирательных округах. Состав Горсовета депутатов 28-го созыва. В чем его сила? Они четко понимают те задачи, которые стоят перед ним. Город становится окрашен, и работа эта видна. Молодежный парламент при Горсовете. Это своего рода резерв кадров. Сегодня эти ребята, они достаточно уверенно себя чувствуют. Бабруиск, он буквально хорошает на глазах. Каким вы видите его через лет 10-15? Город будет развиваться, будет расти. У нас красота, у нас все работает. Участие в выборах – это гражданский долг? Участие в выборах для каждого гражданина должно быть обязательно. Михаил Дмитриевич, здравствуйте. В Беларуси продолжается самая активная фаза электоральной кампании. Проходит предвыборная агитация. Также сегодня стартовало досрочное голосование. Ваше мнение, как избиратель не ошибиться и сделать правильный выбор? Добрый день, уважаемые зрители. Безусловно, конечно, сегодня идет активный уже процесс избрания кандидатов. Точнее сказать, не избрания, а агитации. И вот на этом периоде важным моментом является, конечно же, довести до каждого избирателя непосредственно свою программу. Ну, особенности этой избирательной кампании, они связаны с тем, что мы должны понимать, что вступили в силу новые законодательные акты, которые позволяют одновременно 25-го сделать выборы по Палате Национального Собрания и депутатов областного и городского совета. И в связи с этим это, конечно же, накладывает определенный отпечаток. Почему? Потому что одновременно нашим жителям города Бобруйска нужно будет сделать выбор именно трех представителей, которые будут представлять город Бобруйск в Палате Национального Собрания, в областном совете и в городском. Очень важно, чтобы активность кандидатов была как можно больше. Потому что от этой активности зависит активность, которая будет проявлена со стороны избирателей. Они придут на избирательные участки и, соответственно, сделают свой выбор. Кроме активности, на что обратить внимание? Может быть, в предвыборной программе? Избиратель, который приходит на избирательный участок, он должен понимать, что он голосует не просто за человека. Он голосует за кандидата, который действительно что-то предлагает сделать. От его, скажем, активной позиции жизненной очень многое зависит. Ну и надо понимать, какими ресурсами располагает любой депутат. Это в первую очередь законодательные акты, которые позволяют ему действовать. Это закон о местном управлении и самоуправлении. И закон о статусе депутата. И второе, что немаловажно, это авторитет самого человека. От авторитета зависит непосредственно решение тех вопросов, которые будут непосредственно решаться в период, когда человек будет избран депутатом. Мы с вами обсудили, на что стоит обратить внимание при голосовании. А если говорить в целом, современный депутат, какой он? Ну, современный депутат – это тот депутат, который сегодня работает депутатом. Это депутаты Палаты национального собрания, депутаты городского и областного совета. Хорошим примером, как должен вести себя депутат, являются депутаты Палаты национального собрания нынешнего созыва. Это и Вера Широкая, и Иринейская Ирина Николаевна, и Владимир Владимирович Гацко, которые достаточно активно работают в своих избирательных округах и в том числе используют различные мессенджеры. Нужно отдать должное и депутатам городского совета, которые тоже активно работают в своих округах со своими избирателями. Но круг этих избирателей небольшой, потому что, ну скажем, Палату национального собрания принимает участие одновременно и голосует за того или другого кандидата порядка 60 тысяч. А если мы говорим о депутате в городской совет, то за него голосуют 3-4 тысячи жителей города Бобруйска. Депутаты в областной совет за них голосуют, ну, где-то порядка, наверное, 15-20 тысяч. Это налагает определенный отпечаток на кандидата и депутата, который избирается в тот или другой орган. А как в целом оцениваете состав Гурсовета депутатов 28-го созыва? В чем его сила? Это действительно достаточно сильный состав, потому что это люди, которые приобрели на протяжении всех этих 6 лет опыт непосредственно депутатства, и они четко понимают те задачи, которые стоят перед ними. Очень активно взаимодействуют со своими избирателями в своих округах, проводят встречи. Это умные, профессиональные люди, потому что каждый из них профессионал в своей области. И, безусловно, работая с избирателями, они делают достаточно много, потому что все обращения, которые к ним поступают, они стараются решать. А молодежный парламент при Гурсовете – это своего рода резерв кадров? Есть ли у нас перспективные ребята? Не совсем правильно резерв кадров будет говорить. Это тот опыт, который приобретает молодежь благодаря работе непосредственно в молодежном парламенте. Они проходят период избрания, потому что это достаточно сложно, особенно для молодых людей, для ребят, которые, скажем, сегодня еще в школе учатся, которые только приступили к работе на предприятиях. Но в то же время они приобретают опыт и возможность взаимодействия с другими, показать себя. И, конечно же, мне хочется отметить работу председателя молодежного парламента Максима Цеда, его заместителя – это Печень Илья, да, совершенно верно, это Горшков Кирилл. И сегодня эти ребята, они достаточно уверенно себя чувствуют. Более того, хочу сказать, вот у нас была поездка в город Могилев, где ребята встречались с молодежным парламентом города Могилева, которые только избрались. И, ну, скажем, наши члены молодежного парламента хорошо представили город Бобруйска, сказали о своей деятельности. И могилевчане, я думаю, взяли к себе на вооружение тот опыт, который есть у наших ребят с молодежного парламента. А как считаете, нужна ли Бобруйску смена поколений депутатского корпуса? Нужна ли или нет, это решат наши избиратели. Потому что они придут на избирательный участок и примут решение, выбирать того или другого человека. Ну, наверное, да, обновление в любом случае нужно. Сегодня среди кандидатов в городской совет семь депутатов, ныне действующих. То есть это те люди, которые продолжат в случае их избрания свою деятельность в качестве депутатов. В Бобруйске принята стратегия устойчивого развития до 2035 года. Какая здесь роль депутатов? Это достаточно такой глобальный документ. И подготовкой самой стратегии мы занимались на протяжении полугода. И здесь серьезную роль приняли участие и городской исполнительный комитет, отделы городского исполнительного комитета. Да, здесь участвовали и депутаты, и жители города. Потому что, ну, это перспектива развития города Бобруйска. И решением сессии мы утвердили стратегию устойчивого развития города до 1935 года. Бобруйск, он буквально хорошает на глазах. Каким вы видите его через лет так 10-15? Прогнозы давать очень сложно. Сама стратегия предполагает в первую очередь развитие нашего города с точки зрения именно экономики. Потому что город будет развиваться, будет расти при условии, конечно же, если будет развита наша промышленность в городе Бобруйске. Ну и, конечно же, очень важное внимание в стратегии уделено именно экологии, экологической ситуации в городе Бобруйске. В частности, уже в настоящее время ведется строительство мусороперерабатывающего завода. Конечно же, это город, который дает возможность жителям города развиваться. И в связи с этим очень важно, чтобы, конечно же, в городе Бобруйске все-таки было высшее учебное заведение, что позволит для, скажем, нашей молодежи не только уезжать из города Бобруйска, но и оставаться здесь. Большинство белорусов понимают, что политическое событие – это очень важно, принять в нем участие. Я убеждена, что 25 февраля сделайте свой выбор и вы. И все-таки участие в выборах – это гражданский долг? Каждый гражданин Республики Беларусь, в том числе и бобруйчаны, должны четко понимать, что, участвуя в выборах, мы тем самым даем карт-бланш для тех людей, которые будут дальше заниматься законодательными актами в Палате Национального Собрания или будут непосредственно защищать интересы города Бобруйска на уровне области, или решать проблемы, скажем, жителей Бобруйска в том или другом округе, в самом Бобруйске. Развитие любого государства, оно может идти двумя путями. Первый путь – это революционный, и второй путь – эволюционный. Учитывая мой жизненный опыт, когда в 90-х годах мы революционно решили поменять устройство, скажем, в Советском Союзе, говорит о том, что эволюционный путь – он более правильный. И всякий раз, когда человеку предлагается поучаствовать в выборах, мы тем самым должны определить себе будущее нашего государства. Поэтому участие в выборах для каждого гражданина должно быть обязательным. Законодательством это не определено. Но в то же время, те люди, которые беспокоятся о своем будущем, беспокоятся о будущем своих детей, они должны участвовать, конечно же, в выборах. Отдав голос за того или иного депутата, конечно же, избиратель рассчитывает на его помощь потом в решении каких-то проблем. Отсюда вопрос. С какими вопросами чаще всего приходят граждане к депутатам? Когда мы говорим о программах, которые кандидаты в депутаты выдвигают накануне выборов, в них очень много, скажем, планов по развитию города. Наши избиратели очень умные. И они в первую очередь будут избирать тех кандидатов, которые реально предлагают что-то сделать. Если они видят, что в этих программах обозначены в том числе вопросы, которые сегодня очень важны, это строительство, скажем, дошкольных учреждений, строительства и ремонт дорог, это найдет отклик. Что касается тех вопросов, с которыми обращаются жители города к депутатам городского совета, нынешнего созыва, то это вопросы, в первую очередь, жилищно-коммунального хозяйства. Вопросы транспорта. И, конечно же, это ремонт дорог, то, что касалось вопросов жилищно-коммунального хозяйства, это ремонт крови, ремонт фасадов. Поэтому вот эти вопросы, конечно же, волнуют бобручан в первую очередь. А можете продолжить фразу? Депутат – это прежде всего. Ну, если мы говорим о депутате города Бобруйска, то это депутат, человек, который любит свой город. Это, наверное, в первую очередь. И второе, что немаловажно, это человек ответственный. И я бы вот порекомендовал все-таки избирателям, в первую очередь, голосовать именно за тех людей, которые что-то в этой жизни уже сделали. Потому что человек, который приходит и избирается, и имеет опыт достижения своей личной, то в этом случае он, конечно же, добьется результата, в том числе и в депутатской деятельности. В ходе избирательной кампании 18 февраля 2018 сформирован Бобруйский городской совет депутатов 28-го созыва. В его состав вошло 40 депутатов. Это руководители промышленных предприятий, работники социальной сферы и других отраслей народного хозяйства. Почти 48% – женщины. Был составлен перечень более чем из 60 наказов избирателей. В него вошли вопросы, которые касаются ремонта асфальтного покрытия дворовых территорий и организации велодвижения до ремонта детской больницы и строительства дошкольных учреждений в 7-м микрорайоне. В тесном взаимодействии с госполкомом и администрациями районов часть наказов реализована уже в первом полугодии 2018-го. За прошедшее время Бобруйск очень изменился, и изменился он в лучшую сторону. Это можно видеть на любых предприятиях, на улицах города. Встречаешь людей, которые улыбаются. Город очень изменился. И я думаю, что те депутаты, которые закончили свою работу, они сделали очень много. И я надеюсь на то, что депутаты, которые нового созыва, продолжат эту работу и внесут новый вклад в развитие нашего города. За последнее время город Бобруйск преображается, становится краше. Мы видим дороги, становятся лучше. Мы видим дома, особенно старая застройка. Видно, происходит ремонт и наружный, и внутри. Буквально старые дома становятся намного симпатичнее. Нельзя не отметить, что город становится краше, и работа эта видна. Да, наш город для жизни. Больше красоты, больше цветов. Очень много делается ремонт дорог у нас везде, ремонт домов. У нас красота, у нас все работает. Дети все наши учатся, мы все работаем. У нас прекрасный город для жизни. Основная форма деятельности городского совета депутатов – сессия. Гласно и в открытом формате, с участием представителей исполкома, администрации района, СМИ и заинтересованных, проведено их 58. Традиционно два раза в год в единые информационные дни проходит отчет перед избирателями. В 2023 выработана новая форма работы с обращениями граждан. Единый день приема. Ежеквартально жители имеют возможность обратиться к народным избранникам. Мы принимали избирателей в разных точках нашего города. Считаю, что такие дни оправданы. Каждый житель, я уверена, будет удовлетворен. И те запросы, которые на сегодняшний день были озвучены гражданами, будут с нашей стороны предприняты все для их реализации решения. К слову, вопросы, которые требуют более длительного срока разрешения, находятся на контроле в Совете до их полного решения. За время работы депутатов 28-го созыва прошли три электоральные кампании. За этот период были депутаты Палаты представителей Национального собрания в 2019 году. Были выборы президента страны в 2020 году. Был проведен референдум по изменению и дополнению в Конституцию основного закона нашей страны. И, безусловно, во всех этих политических важных событиях депутаты городского совета принимали самое активное участие, проявляя свою важную, значимую жизненную позицию. Бобручане сделали свой главный выбор, проголосовав за сильную и независимую Беларусь, за политическую стабильность в государстве и эволюционное развитие страны. В феврале 2021-го большинство депутатов горсовета избраны делегатами 6-го Всебелорусского народного собрания. В прошлой пятилетке основные усилия сконцентрированы на повышении качества жизни бобручан посредством развития социальной инфраструктуры. Введено в эксплуатацию 280 тысяч квадратных метров жилья. За этот период была проведена реконструкция Бобруйской городской детской больницы. Было закуплено достаточно много оборудования. Внедрялись высокие технологии, которые позволяют сохранить жизнь наших людей, самое дорогое, самое ценное. Пополнился, улучшился автопарк, автомобили, станции, скорой неотложной медицинской помощи. Начата активная работа по реконструкции и строительству больницы скорой медицинской помощи, строительству хирургического корпуса. Значимая проделана подготовительная работа. Вводились новые дороги и проводился существенный капитальный ремонт существующих. Реконструкция мостов. Нашим школам присвоены имена Героев Советского Союза. Безусловно, патриотизм и безусловно отношение, любовь к своему городу, к своей истории. Это было видно на протяжении этого периода. Безусловно, это заслуга в том числе и депутатов побрызков городского совета. Не остаются в стороне праздничные мероприятия, благотворительные акции, субботники, взаимодействие с горожанами в деле создания комфортной среды проживания. На местных собраниях жители микрорайонов избрали 15 депутатов горсовета в состав центров территориального общественного самоуправления. В городе их 13. Положительно зарекомендовала себя практика благоустройства дворовых территорий. Покрылова, 19, проспект Устроителей, 85, на Георгиевском, 30, установили игровую площадку и обустроили зону отдыха. Взаимодействовали все жители нашего микрорайона. Это многоквартирные жилые дома по проспекту Георгиевскому, 30, 32, 34, 38, Национальный банк развития Республики Беларусь, Местный совет депутатов и наши городские власти. Мы подчеркиваем и выделяем тех людей инициативных, которые предлагают, не боятся, не стесняются, предлагают свои идеи и зовут с собой остальных жителей для того, чтобы делать свой район, свой двор краше и для того, чтобы было комфортно жить. В 23-м проведен городской смотр «Конкурс молодежных инициатив. Молодежный взгляд. Битва идей». Всего на конкурс вынесли 19 креативных проектов. По результатам победителем конкурса стала Кристина Лещенко. Она предложила обустроить сквер около драмтеатра скамейками в виде музыкальных инструментов. Эмоции, конечно, огромные, потому что я очень надеялась, что я выиграю, потому что я очень хочу, чтобы наш город как можно был более красивый, оригинальный, чтобы здесь было много интересных мест. С 21-го введены в эксплуатацию многие социально значимые объекты в сфере образования, в том числе школа на 1020 мест и дошкольное учреждение образования на 240, дом семейного типа. Проведены работы по реконструкции сети электроснабжения в детском саду номер 26 и реконструкция системы отопления и водоснабжения оздоровительного лагеря «Мечта». В 2023-м по инициативе депутатов появились 10 современных спортивных и игровых площадок. Звонкий смех звучал во дворах на Урицкого, Парковой, Минской, Горелика, Крылова, Джаникидзе, Ульяновской и по проспекту Строителей. Буквально за 7 месяцев введен в эксплуатацию детский сад в микрорайоне Киселевичи. Об уникальности объекта говорят и наши гости из России. Я как мама двоих маленьких детей прекрасно понимаю, насколько важно родителям, чтобы их дети росли в комфортных условиях. Я приятно поражена размером детского сада, насколько он большой, какая здесь насыщенность программ и мероприятий, сколько здесь залов. И очень приятно, что здесь работают именно молодые воспитатели, молодые педагоги, которые передадут свой опыт детям и обязательно научат их чему-то хорошему. Я желаю детскому саду только развития, счастливых родителей и потрясающих, добрых, классных детей. Молодежный парламент при Бобруйском городском совете депутатов создает условия для вовлечения молодых людей в социально-культурную жизнь и реализации их творческого потенциала. Молодыми парламентариями инициирована идея оснащения памятников города QR-кодами. Заложена традиция проведения спортивно-исторических квестов, посвященных очередной годовщине Победы Великой Отечественной. Идут шества над памятником природы Луковой горой. На протяжении трех лет работы мы совместно с молодежным парламентом успели как минимум сдружиться и получить очень большой опыт в сфере коммуникации с молодежью, коммуникации с органами местной власти. Мы успели организовать очень много акций, принять участие в многих мероприятиях. Сохраняя преемственность целей и приоритетов развития предыдущих лет, в текущей пятилетке депутатский корпус должен оставаться современным и мобильным, оперативно и действенно реагировать на злободневные нужды бобручан, повышая их уровень жизни и благосостояния. Наш город преображается, становится более интересным, привлекательным. И, безусловно, это в том числе и велика заслуга депутатов городского совета 28-го СОЗЭВа. Символично, что год качества стал логическим продолжением года мира и созидания. Когда мы опираемся на опыт прошлых лет, на ту значимую базу, которая создана, мы работаем над качеством во всех сферах. Безусловно, это залог развития, это сохранение нашего суверенитета. Это залог мирной и счастливой жизни. Безусловно, от выбора каждого из нас зависит дальнейшее развитие нашего города и нашей страны. Поэтому я считаю, что каждый гражданин должен прийти на избирательный участок. Так сложилась с далеких времен Беларусь – интернациональная страна. Мы живем одной большой дружной семьей, никогда не поддавались на провокации и всегда ценим то, что имеем. Наша общая задача сейчас – сплотиться и сохранить нашу синюоку, чтобы наши дети, внуки и правнуки жили в мирной, красивой, уютной, благополучной стране. Мы за мир и стабильность. Вы в должности кандидателя Бобруйского горсовета депутатов с 2014 года. Какие достижения за этот период считаете для себя самыми важными? Строительство дошкольных учреждений, школ в городе Бобруйский, ремонт детской больницы. Ты любите гулять? Это старая часть города. Как, если не секрет, проводите свободное время? Мне две внучки и, безусловно, мне доставляют большое удовольствие, когда они приезжают в город Бобруйск и общаться с ними, заниматься их воспитанием. За что вы любите Бобруйск? Он мне очень много дал жизни. Михаил Викторович, вы в должности председателя Бобруйского горсовета депутатов с 2014 года. Какие достижения за этот период считаете для себя самыми важными? Городской совет депутатов, конечно же, работал совместно с исполнительными органами, с городским исполнительным комитетом, с администрацией района. Очень важными направлениями являлось решение тех вопросов, которые обозначали непосредственно избирателей, а именно наказы избирателей. В том числе, среди этих наказов звучали такие наказы, как строительство дошкольных учреждений, школ в городе Бобруйске, ремонт детской больницы. И когда все это осуществлено на сегодняшний момент, а именно построено за это время три детских сада, мы сегодня можем говорить о том, что уже сдан детский сад в микрорайоне Киселевичи, две школы построены, это в микрорайоне Западный или в микрорайоне Молодежный. Вот это те основные достижения, которые были очень важны для Бобруйча. Это первое. И второе, конечно же, есть такие вопросы, которые, казалось бы, они, может быть, и не затрагивают большое количество людей, но вместе с тем они тоже очень важны. Вот я вам приведу пример. В 2018 году в этот кабинет ко мне пришли любители, скажем так, велопрогулок. И они обозначили, что вот Михаил Викторович, у нас, казалось бы, да, все хорошо в городе Бобруйске, но очень мало велодорожек. Я вам хочу сказать, вот за это время в общей сложности велодорожек не просто там разделили, скажем, тротуар на велодорожку и на пешеходную зону, а именно обустроенных велодорожек порядка 30 километров. Это достаточно большое достижение. Еще раз говорю, это много деталей, которые очень важны. Но самое главное, конечно же, это то, что есть достаточно большое доверие к нашим депутатам, а это дорогого стоит. А если посмотреть с точки зрения как горожанина, да, у вас есть топ-5 любимых мест Бобруйска? Где любите гулять? Это старая часть города. Мне на сегодняшний момент не очень нравится, очень много транспорта там. Я бы, наверное, социалку полностью все закрыл для того, чтобы люди могли там нормально отдыхать. Ну, наверное, вот социалистическая улица, особенно вот в вечернее время, когда там спокойно можно прогуляться, посмотреть на старое здание, вспомнить старую часть города Бобруйска. Луковая гора. Достаточно интересное место, где приятно просто прогуляться, побывать там, посмотреть, пообщаться с природой. Ну, наверное, вот этого достаточно. А как, если не секрет, проводите свободное время? Вас можно встретить на всех абсолютно официальных мероприятиях. А вот что касается послерабочего времени? После работы это, конечно же, семья, это дом. У меня две внучки доставляют большое удовольствие, когда они приезжают в город Бобруйск и общаться с ними, заниматься их воспитанием. Это мне доставляет удовольствие. Ну, конечно же, дача, которая расположена за пределами города Бобруйска. Ну, вот как бы... Ну, и велопрогулки. Я не зря называл про велодорожки, поэтому... Да, на всех велопробегах вас можно встретить. Да, действительно так. А за что вы любите Бобруйск? Я люблю, наверное, за то, что он мне очень много дал в жизни, потому что я приехал в Бобруйск в 84-м году прошлого столетия, да, и начал свою педагогическую здесь деятельность. И все, что связано с моей жизнью, оно связано именно с городом Бобруйском. Город Бобруйскому я научил многому. В первую очередь, наверное, с большим уважением относиться к самому городу, наверное, быть дисциплинированным и ответственным перед теми людьми, с которыми ты работаешь. Поэтому, наверное, вот таким вот образом. А если говорить о патриотическом воспитании, есть моменты, в которых мы упускаем, или мы движемся в правильном направлении? В моем понимании, патриотическое воспитание, оно очень начинается с самой семьи. Вот когда человек любит то место, где он живет, это начинается с квартиры, с подъезда, с двора. Потом это распространяется на более широкое понимание, а именно отношение к самому городу, к своей стране. Вот в этих вот моментах это самое главное. Но для того, чтобы это, ну, скажем, все проявлялось, для этого человек должен с особым трепетом относиться к своим родителям. Вот когда он уважает своих родителей, он будет уважать, соответственно, и тех людей, которые убирают подъезд, и тех людей, которые создают благо для всего города, а именно высаживают цветы, улицы приводят в порядок. А если он и сам в этом еще поучаствует, то это большое дело. И возвращаясь к нашей главной теме, единому дню голосования, что пожелаем нашим избирателям и нашим кандидатам? Ну, кандидатам нужно пожелать, конечно же, удачи, чтобы они, наверное, все-таки активно поработали еще в период, который им предоставлен для агитации, это то, что касается кандидатов. Ну, и второе, в случае их избрания в обязательном порядке исполнить то, что обещают своим избирателям. А то, что касается избирателей, быть очень внимательными, потому что, еще раз говорю, выбор достаточно большой, потому что нам нужно будет избрать и депутата Палаты национального собрания, и депутата областного совета, и депутата городского совета. Поэтому нужно смотреть на тот опыт, который имеет человек, ну и, соответственно, на ту программу, которую выдвигает тот или другой кандидат.